Вон она, вон она, вон она. Вон она, вон она, вон она. В сети гуляет и вот такое видео. Все тот же Цон на проспекте Джибек-Джолу. Житель жалуется на то, что вокруг грязь и беспорядок. Но почему-то автор видео не обращает внимания на то, что на аллее только что высадили кустарники и грязь просто еще не успели убрать. Это наглядно видно. Сегодня мы наблюдаем вот такую картину. Сотрудники муниципальных служб ежедневно поливают все те же недавно высаженные кустарники. Что же касается обслуживания населения, то по словам самих жителей, приемы получения документов происходят довольно быстро. Потому что мы же стараемся приехать пораньше, чтобы очереди дождаться, чтобы побыстрее все дела сделать. Вот и получилось. Ну а здесь-то проблемы нету. Вот я принесла, подала документы. Подошла в эту очередь. Вот, женщина обслуживает. Довольно быстро? Обслуживают. Ну я надеюсь, что быстро. Вас все устраивает? Да, устраивает. Мы хотели поменять там у меня на имя написано через «ю», а тут оказывается «у» на паспорте. Вот меняем. Сказали через недельку прийти. Вот сегодня пришли. Ответ пришел. Все. Обслуживают все. Отлично. Есть небольшие технические сбои. Из-за большого количества граждан происходит перезагрузка сети. Главная причина – это то, что недавно возобновилась выдача биометрических паспортов, а также с началом отпускного периода. К специалистам, в принципе, больших претензий нет. Они стараются работать достаточно быстро, но система периодически у них подвисает. Это технически как бы нагрузка, я думаю, большая на общую базу, и, возможно, необходимо увеличить техническое оснащение. То есть сервера дополнительных, может быть, охладители какие-то, потому что видно, что специалист начинает работать, операция зависает, им приходится перезагружать заново эту операцию делать. То есть время примерно в два раза может обслуживание одного человека сократиться при этом. Именно операторы, да, у них как-то он бежит? Он бежит. Он бежит. После проверки работы центров обслуживания населения, руководством ГРС принято решение увеличить график работы. С утра прямо в 9 часов скапливаются люди у входа, ждут, когда откроется ЦОН, и сразу все проходят к ресепшену. В связи с этим мы одним из выходов решения данного опроса решили график работы ЦОН поставить к 8 утра. На выдаче талонов у нас работает 5 человек, но, однако, с графиком с утра работают 3 человека. Мы решили увеличить количество сотрудников в ресепшене, чтобы скопившиеся людей побыстрее обслужить и выдать талоны. Напомним, в центрах обслуживания населения можно получить свыше 30 документов, начиная от паспорта, заканчивая различными справками и перерегистрацией. Надежда Улсова, Чингис Джумагула, Фалато, 24